На иностранный манер. Перегруженные дворцы бракосочетаний просят перенять практику регистрации из Лас-Вегаса, а именно предлагают изменить режим работы ЗАГСов либо на 16-часовой, либо на круглосуточный режим, в зависимости от их популярности. Об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Россиян будут женить круглосуточно. С такой инициативой выступил член Общественного совета при Министерстве юстиции Владислав Гриб. По его мнению, дворцы бракосочетаний должны иметь гибкий график работы, чтобы избежать очередей и жалоб клиентов. При этом необходимо учитывать такие факторы, как количество заявок на регистрацию в каждом ЗАГСе, сезон и дни недели. Например, летом и осенью люди женятся чаще, а во время Великого поста – реже. С переходом на круглосуточный режим работы увеличатся и суммы госпошлины. Регистрация брака в ночное время обойдется молодоженам в два раза дороже, чем в дневные часы. Несмотря на это, уверены эксперты, браки в темное время суток будут пользоваться большой популярностью, поскольку в это время удобнее собрать гостей, сделать красивые фотографии или отправиться на утро в свадебное путешествие. Российский Красный Крест предложил внести изменения в правила дорожного движения, касающиеся детских кресел для автомобилей. По данным организации, из-за использования некачественных удерживающих устройств в России растет детская смертность. Общественники предлагают сделать детские автокресла единственно возможными для применения удерживающими устройствами, а также ввести их сертификацию. Соответствующее обращение уже было направлено министру внутренних дел России. Телеканалы будут платить штраф за каждый громкий рекламный ролик. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи. Ответственность за громкую рекламу будет лежать не на рекламодателе, а на самом СМИ. За громкую рекламу телеканалам предстоит заплатить штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Такая мера обяжет сотрудников более пристально смотреть на технические особенности рекламы, которые к ним приходят от заказчика.